Здравствуйте, дорогие зрители! Отдел искусств предлагает вашему вниманию виртуальный видеолекторий из цикла «Шедевры Мирового Музыкального Театра», приуроченный к Международному Дню Танго. В 2009 году Всемирная Организация ЮНЕСКО 11 декабря было объявлено Международным Днем Танго. По всему миру в этот день проходят фестивали, конкурсы, различные мероприятия, посвященные этому страстному танцу. Однако еще с 1979 года в Аргентине ежегодно 11 декабря отмечают национальный праздник танго. Аргентина – родина танго. Именно здесь, в Буэнос-Айресе, в конце 19-го столетия, на стыке самых разнообразных национальных и культурных истоков и традиций начали формироваться классические черты танго. Это был танец для простого народа, и танцевали танго только в специальных публичных заведениях, так называемых академиях танца. Танец отражал все эмоции и чувства, которые наполняли человеческую жизнь, все то, чем жили люди Буэнос-Айреса. Танго – это и танец, и музыка, и песня. Они неразрывно связаны. Своё звучание музыка танго получила благодаря использованию определенных музыкальных инструментов – банденеона, разновидность ручной гармоники, гитары или фортепиано, контрабаса и скрипки. Появившись в начале 20-го века в Европе, танго произвел фурор во всех социальных слоях населения. Люди всех возрастов и сословий танцевали и слушали танго. Дата Международного дня танго выбрана не случайно. Именно 11 декабря 1887 года родился аргентинский певец и композитор Карлос Гардель. Признанный король танго, кумир при жизни и легенда после смерти. Он исполнил самую известную танго-композицию «Ля Кумфарсита» композитора Херарда Родригеса. Карлос Гардель создал более 20 музыкальных произведений, в том числе знаменитая танго «Поруна Кабеза», известная современному зрителю по художественному фильму «Запах женщин» с Альпачино. На протяжении всей истории существования танго модернизировалось, упрощалось или усложнялось, адаптировалось в разных странах под разный менталитет. На сегодняшний день существует множество стилей танго. Самая распространенная танго, которым обучают во всех студиях танца, танго-нуэва или новая танго, символом которого стала музыка знаменитого астера пьецсолы. Астер пьецсолы или Великий Астер, аргентинский композитор, создавший новый музыкальный стиль танго, тесно связан с классической западной музыкой и джазом. Новый стиль принес композитору большую популярность среди молодого поколения, для которого он стал одним из культурных идолов Аргентины. В 1974 году Астер пьецсолы создал один из своих главных шедевров – «Либертанго» или «Танго свободы». Мелодия, которая стала визитной карточкой композитора и до сих пор имеет огромную популярность. В 20-е и 30-е годы 20-го столетия во многих странах мира, в том числе и в Советском Союзе, танго было запрещено, считалось грубым и обывательским танцем. Тем не менее, заигранные пластинки с популярными мелодиями передавались из рук в руки. И сегодня этот танец не теряет своей популярности. Дорогие зрители, предлагаем вашему просмотру гала-концерт фестиваля аргентинского танго «Планетанго-21», прошедший в ноябре 2018 года в московском мюзик-холле. Международный фестиваль «Планетанго» проводят в Москве дважды в год на протяжении более 10 лет. На него приезжают ярчайшие маэстро танго и танцоры со всего мира. Приятного просмотра!